Попало прямо в дом, да? Да, то есть вот вы будете... А погибших там много было? Трое. Трое погибло? Да. Семья. Кто куда стреляет, откуда вас стреляет. Я сам 30 лет назад уже отвоевал, но и такого не было. Непонятно. Оттуда сюда, оттуда сюда, оттуда вот так. Оттуда туда, кто во что. Я вообще... Мне уже еще неделю башню оторвёт. И я с дедушкой 82 года с дедом. И он и покушаешь, и не объяснишь. Вот то, что мы сейчас видим, это всего лишь попадание одного снаряда в дом. Кстати, что с домом стало? Один выстрел уничтожил дом. Вся семья погибла. Три человека. Ну вот, и что случилось? Бомбили нас, кинули оттуда. И всех там, двоих убило. Там, женщин две. Здесь все на свете. Терпение, сколько там можно этим... А когда это было? Сколько по времени? Да, с девяти... Без десяти девять, по-моему, началось. Когда? Сегодня? Без десяти девять это началось, это все. Вечером, да, вчера? Да, да. Сразу, без даже... Не было никакого... Понимаете, никакого даже не было звука. Только бухнуло, и повылетали окна. Это было двадцать... Вчера, то есть, 27-го числа, где-то в девять часов вечера, в 21 час, вот начался обстрел. Вот сюда попало... Там попало, да, наверное? И здесь, и там. Там дом горел, вон там дом горел. На поляне еще вот... Молодой человек сидит, он там тоже... И там, в этом доме тоже двое женщин погибло. А там две женщины прямо на ходу, на дороге, прямо захватили. Вот так вот украинская армия воюет с террористами. Вот это вот один из представителей террористов, во всей видимости. Наверное, самый страшный. Там бах, там бах. Как, знаешь, как специально. Там бухнуло, потом, чтобы сюда вот и стреляли. А кто это или как, я вообще ничего не понимаю. Это специально, наверное, убивает людей. Я уже не знаю, уже каша такая у нас в голове, что это... Да все, мал, большой, ну все люди, все дети, все... Все люди поезжали, пообросали. Не знаю. Какое поселок будет. Это, ребята, ну это можно бросать дом и уезжать куда-то. И куда? И куда. А потом, что я буду делать? А вон осколками. Весь забор за моей спиной спрещрен мелкими осколками. Весь забор за моей спиной спиной спины. Это вот не Ливия и не Сирия и даже не Ирак. Это Донецк. Это вот дымится еще один дом, который подвергся обстрелу. Вот в этом доме, в этом комплексе строений, которые когда-то были домами, сейчас трудно понять, где была спальня, где кухня, где кто. Вот здесь погибли двое людей. И все сгорело дотла. Это что-то я как-то по раскаленному пробежал. Вот очередной дом в Донецке, разрушенный украинской хунтой. Это тот же самый Октябрьский район, который мы снимали до этого. Дом на этой же улице. Просто кроют квадратами для того, чтобы, наверное, запугать местное население. Другой причины нет. Смотри, какая глубокая. Внутри были осколки, которые уже, ну, хозяева дома вытащили, выкопали их. Понял? Видно? Это вот там, внутри, в глубине сидит осколок. Здравствуйте. 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 А можно внутри снять зарушение? Можно, да. Нож встрял в стену. Ого. Она вот этим не оттаскивала. А как оно встало? Ну, ударная волна, видно, откинула, и он туда влетел, встрял. Что там? Нож в стену устрял. Что-то на ручке. А иконы стоят, да? Да, иконы стоят. Ну, мы ничего не трогали. Мы тогда только дырку заложили. Сюда залетело, да? С стену? Получается, под фундамент, там же 4 пролета забора было. Вот, забор улетел, вот это сюда. И стена же не перевернула. Стена дело в том, что бетонное, что оно залито бетоном. Все, пеноплатный бетон. И тут как раз осколок снаряда, прилетевшего вот в этот дом. Стояла во дворе, прислушивалась 12 залпов, и как раз они начинают взрываться. Где-то 10 секунд было. От начала выстрела и до падения. И просто случалось два взрыва, потом меня во дворе упал, и дальше пошли взрывы. Ну, понятно, что здесь вы уже были. Там дом сгоревший, и два трупа женских, по-моему. Ну, и там два сгоревших. Вот на кровати на это убило человека. Вот термический, видите, который горит все, как кирпич. Здесь у кого-то просто разрушение. А есть где вот все горит? Так оно же одновременно было. Что с разных сторон какого-то. Они разные. Вот, как вот, есть, знаете, трассирующие патроны, есть бронебойные, есть обычные. Вот разный тип заряда. На какой улице, говорите, предупреждали? Ближе к стратонавтам, на поселке, там, говорят, ходили люди в форме и предупреждали, что будет обстрел. Но здесь никто ничего не говорил. Там обстрела не было, прозвучало все здесь. Все осталось здесь. Тут вот в соседнем дворе дети играли в теннис. У меня шестилетний ребенок выбежал, когда был взрыв, выбежала, она сюда бежала. Я была в доме тоже, вон тут на кровать. Я туда просто на пол упала, спаслась так. Уши закрыла и все, оно бахнуло. Бабушку еле-еле вытащили. Не могли вытащить, но она жива осталась. Та половина, это дом сгорело. Внучка моя выскочила, я успела ее схватить. Ой, кошмар, тут этот дом, загорелся такое пламя, этот дом тоже, он все стекла повыбивало, там все полностью. Тут, везде, тут даже с соседями. Такое пламя вообще, и дерево горело. Ой, кошмар, ужас. Мы остались без ничего теперь. Вот это одна комната только сохранилась, и то там все выбилось, только с рамами полно. Потолок полно. Все рухнуло. Вот, видите, какие воронки оставляют. Вот осколки. Они по всему огороду разлетелись. Вот я нахожусь внутри жилого дома в городе Донецке, в Октябрьском районе. Если мы не сможем остановить это здесь, то рано или поздно, а скорее всего рано, и очень скоро все это будет в России. И одна из целей, которую преследуем мы здесь ополченцами, это остановить эту гадость здесь, на территории Украины, чтобы она не смогла распространяться дальше.